Казалось бы, хоккеисту сам Бог велел заниматься зимней рыбалкой, ведь там тоже на лед выходить надо. Однако мой первый герой рушит этот стереотип. Рыбачит исключительно летом в хоккейное межсезонье. Здравствуйте. Пока нет. Ждем. Хоть за такой вопрос и можно получить леща, пройти мимо этого рыбака я не смог. Рисковал нарваться на силовой прием, а приняли тепло, как-то по-дружески. И вот делю одну акваторию с Иваном Захарчуком, капитаном хоккейного клуба «Молот Прикамья» и заядлым рыбаком. Полностью я отключаюсь от своей работы, от спорта, стараюсь вообще о нем не думать, даже и близко. Здесь отдых. У меня дедушка сам рыбак заядлый, так как в нашем виде спорта зимой на рыбалку не походишь, только летом. И он очень часто брал нас. Нас три брата, средний брат играет в Казани. И мы всегда все вчетвером ездили на рыбалку, на очень разные озера, с ночевой, на лодках, и просто чуть ли не каждый день через день. Сейчас о таком графике Иван может только мечтать. Режим тренировок подстраивает под себя всю жизнь спортсмена. Признается, что на водоем не выбирался года два. И хоть ему все же привычнее держать клюшку, рыбак Захарчука увидит издалека. Правой рукой держу удочку, а клюшка получается левая. Какой инструмент ты более, так скажем, прикоплю удочкой или клюшкой, если сравнивать? Ну, скорее, это удочка, потому что с ней нужно обращаться, так сказать, помягче. Все-таки ты поддеваешь рыбу, а на льду с клюшкой, наоборот, жестче надо с ней обращаться. Они летят каждую тренировку ни по одной, ни по две. Сейчас у Ивана перерыв между утренней и вечерней тренировкой. Сидим полчаса, не клюет. В надежде поймать крупную рыбу, Захарчук вспоминает крупнейший улов в своей жизни. Ох, ну это была большая рыба, это был сон. Ну, вот, наверное, не соврать, да, килограмм не пятьдесят. Я не прям ее ловил, но я был в компании этих ребят, с кем мне довелось ее поймать. Я, как по-моему, ее затаскивали на лодку. Немножко страшно было. Как рыбак, уходящий из дома засветло, Иван также ставит перед собой глобальные цели на сезонный улов. Обязательно поймать за хвост, если не золотую рыбку, то золотую медаль. Лично для себя, ну, это большая результативность, использование всех своих моментов. Ну, конечно, это кубок, выиграть кубок Братины. Если сравнивать кубок с уловом сырбалки, с чем можно сравнить? Ну, наверное, как поймать сама. Так же и выиграть кубок Братины. А кубок Гагарина, это, наверное, уже какой-нибудь кит. Хотя в первой кипре реку не ловится. Ну, одного-то можно найти. К слову, с пустыми руками мы реку не покинули. Рыбка хоть и небольшая, но на крючок капитана молотобойцев угодила. Может, просто хотела получить свою минуту славы по ТВ и засветиться в моем инстаграме. Рыбы, что с них взять?